Из Бородова привет! Ты молодец! Выступил на все шесть подходов, на таких ответственных соревнованиях, на первенстве России. Во-первых, прозанимался лето, достаточно активно, ну, в отличие от многих товарищей по залу. И это твои первые соревнования, когда ты на соревнованиях поднимал в замок? Да. Уборы всегда дают большой толчок, ну, конкретно для меня. То есть это всегда и стимул, и на всем другом, но гораздо проще и тренироваться, и прибавляешь там очень... Данила, ты вчера только приехал с соревнований, а сегодня уже опять в зале. Наверное, готовишь нам новые сюрпризы. Расскажи, как ты съездил, Владимир. Ты буквально весной еще поднимал 25-55, да? Да. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. А прозанимавшись лето, буквально один сбор, и ты уже улучшил свои результаты на 20 килограмм в сумме. Причем ты молодец! Выступил на все шесть подходов, на таких ответственных соревнованиях, на первенстве России. Молодец! Это, наверное, первое твои, можно сказать, прекрасное выступление, где ты поднял шесть подходов, установил личные рекорды, да еще какие, на столько килограмм. Ну вот, расскажи нам, как ты до этого дошел. Во-первых, прозанимался лето, достаточно активно, ну, в отличие от многих товарищей по залу, потом провел один сбор, трехнедельный, двойными тренировками. Прямо накануне. Ты, кстати, я в каком-то своем видеообзоре, кстати, говорил, что ты вот вернулся только-только, и там ты установил свои, улучшил свои результаты. Там ты тридцать вырвал, шестьдесят толкнул, да? Нет, двадцать пять. Ну, двадцать на два вырвал, двадцать пять потом вырвал. А, ну, все равно, ну, шестьдесят тогда-то, да? Да. Уже у тебя был рекорд личный, получается. Ну, да. Получается, у меня был рекорд. И я еще говорил, наверное, готовит нам сюрпризы, рекорды. И вот, как раз так и получилось. Ну, да. Плюс подготовка началась чуть раньше, за месяц, наверное, где-то до сборов. Двойные еще начал. То есть, Чехов был какое-то продолжение такое двойным тренировкам. Там, скорее, наоборот, уже был такой более подводящий уже последние недели. Потом переучился замок Мрадзе. То есть, до этого брался в обычный хват. Как-то никто особо не замечал, а тут как-то заметили, подсказали, что надо... Ну, и мы завзялись с тренером за вот эту ошибку. И это твои первые соревнования, когда ты на соревнованиях поднимал замок? Да. Как сказалось, замок? Поначалу было нелегко, но вот конкретно уже по соревнованиям и ближе к соревнованиям, на соревнованиях уже было достаточно уверенно. Не, я имею в виду вот работу на таких, на предельных весах, именно вот хват в замок. Ну, гораздо проще. То есть, не то, что проще. Рука, наверное, плечи не закрепощаются, да? Да, да. Нет вот этой вот закрепощенности. Движение совсем другое идет, замком. То есть, оно легче, скажем так. Какие планы у тебя? Если ты так вот идешь такими шагами... Я разговаривал с Алексеем Корытько, старшим тренером сборной Московской области. Он сказал, что на будущий год запланировано шесть сборов. И так как ты на области занимаешь призовые либо первые места, то ты можешь запросто попасть на какие-нибудь сборы. Может быть, ну, какие вот у тебя планы, если, например, попадаешь, проведешь один или два сбора, как ты считаешь, в состоянии приблизиться к нормативам мастера спорта? Коры всегда дают большой толчок. Ну, конкретно для меня. То есть, это всегда и стимул, и... Там всем другая обстановка. Гораздо проще тренироваться и прибавляешь там очень много, скажем так. Ну, а сейчас, ну, да, к мастеру главная цель выступить хорошо на ЦФО в ближайшие через несколько месяцев. Ну, вот какие планы? Ты вот, например, когда приехал с Владимира, ты сказал, а может не замахнуться на рекорды области? То есть, ты как бы оцениваешь свои силы, там, строишь какие-то планы. Вот у тебя, вот сейчас вот ты, говоришь, собираешься на ЦФО, там, к чему ты, к каким результатам думаешь подготовиться? Ну, я думаю, 35-70, это где-то будет хороший результат. Ну, минимум. Может, даже чуть больше в толчке. Тем более в рывке ты сказал во Владимире, что легко было, просто надо было... Да, просто немного перестраховались. Да, надо. То есть, на сборах 120 на 2 рвал и стартовал с этого же веса, 120. И все три подхода было уверенно, легко. То есть, потом даже подошли, сказать, надо было начинать со 130, вот, с веса, который я закончил. И в толчке, конечно, потяжелее было гораздо. То есть, там видно, что был такой на пределе. 168 толкал. То есть, надо было за борьбу, скажем так, включаться. Ну, мастер, да. Желательно на следующий год, в 2017-м, планирую все-таки поднять. Ну, пожелаем тебе удачи. Еще хочу сказать, что я встречался с Алексеем Безбородовым. И он от интернет-магазина Таттлшоп передал несколько сюрпризов. Призов, точнее. Один из них я тебе дарю в честь твоего удачного выступления. Спасибо. Безбородовым привет. Спасибо. Спасибо.